И на рассвете вперед! В Менделеевске этим утром на центральной площади собрались сотни людей. Проводить мобилизованных земляков пришли родственники, друзья и коллеги. Здесь большая часть жителей трудятся на аммонии. Сегодня провожают и их сотрудников. Помощь в экипировке ребят оказало предприятие и руководство района. Мы вами гордимся, мы говорим вам спасибо. Вам наказ вернуться всем живыми и здоровыми, и как можно быстрее. Вы настоящие герои. Помните, что Менделеевский район вас любит и ждет дома. В Чистополе перед отправкой мобилизованных тоже митинг. Руководство района, военные комиссары, духовенство напутствуют земляков. Это уже четвертая отправка чистопольцев с начала частичной мобилизации. Сегодня в Казань на сборный пункт отправили 40 человек. Им выдали вещь-мешки с предметами первой необходимости, термобельем и медикаментами. Время пришло. Родина защищает, как говорится. Ситуация непростая в стране, поэтому кто еще не мы. Приедем здоровыми, живыми, невредимыми. Ждите меня с победой. Че смогу, все я сделаю. Жители Менделинска тоже сплотились и вышли провожать своих мужей, братьев, отцов в Казань. Каждый мобилизованный получил пакет с вещами первой необходимости и материальную помощь. Автобусы отправились в путь через живой коридор, который устроили им земляки. Сегодняшняя отправка для Титюш стала шестой с начала частичной мобилизации. У местного ДК мобилизованы их родные и близкие. И единственное пожелание – вернуться домой живым. В Буинске проводили сегодня 12 земляков, среди которых как контрактники, так и мобилизованные резервисты. Один из них – Николай. Повестку ему передали через родителей по месту его прописки в Буинском районе. Сам он проживает и работает в Казани. Родители позвонили, сообщили, сказали, что пришло твое время. Естественно, морально собраться тяжело. Сами понимаете, какая картина там происходит сейчас, но, во всяком случае, духом падать нельзя. Едем мы ради всех наших родных, чтобы они не видели горе, чтобы они не видели бед. Руководство районов и городов повсеместно пообещало семьям всяческую поддержку. В большинстве меры уже реализуются. Светлана Звонарева, Карина Петрова, Наталья Епаева, ТНВ, Татарстан.